всем привет это сергей буря и вы на канале буря life и сейчас я как всегда нахожусь так сказать своем fish space ну вот он как бы на самом деле что включил так собственно камеру я хотел бы сегодня знаете что спросить на тему на тему того что как вы относитесь вернее не относитесь как вы считаете имеют ли право радиоведущие радио диджеи на радиостанции неважно какой московская региональная то есть ну неважно высказываться плохо в прямом эфире причем в prime time до высказываться плохо и скажем так негативно о творчестве то того или иного исполнителя того той или иной песни причем высказываться так что они как бы не переходят на личности да но они допускают в эфире словечки такие например типа хотелось бы заплатить этому этому артисту чтобы он приехал ко мне я бы его ударила сильно сильно но вот из этой серии да скажем так все к чему не знаю мы об этом долго не говорили я об этом никогда не говорил давно и было время когда я и просто небо мы делали такой фреш фреш все я просто мечтаю свежевыжатом соки вот мы делали такой трэш проект проект название не буду говорить наверняка многие из вас его знают кто-то слышал вот но не не суть в этом дело в том что мы давно ничего не выпускали давно ничего не делали и так получилось что буквально вчера ко мне в друзья вконтакте добавился программный директор местной радиостанции здесь причем в челябинске это самая крупная радиостанция вот добавился в друзья и как бы он ни слова не говорил просто постучался я его принял на вот и сегодня еду в машине утром на работу и мне звонит моя подруга такая сергей сергей срочно включая радиостанцию 102 и 9 fm вот игру блин чё случилось вообще натка включая включая там про вас говорят у меня как бы не было возможности включить радиостанцию в машине я этого не сделал но я сразу почему-то вспомнил что вчера ко мне добавился вот этот программный директор я пишу ему вконтакте типа добрый день бла-бла-бла-туси троллевали типа вот сейчас на вашей радиостанции было там была передача или что там было посвященное вот такой-то такой-то группе он такой да было игру можно ли получить срез эфира он такой не вопрос я вам скину вот в течение дня типа присылает мне средств эфира я его слушаю и вот просто ахеревая вот просто херевая мало того что люди которые работают на этой радиостанции они настолько были не осведомлены то есть как бы не в том плане что они должны были учить нашу биографию как там многие фанатки там других артистов говорят не это дело не в биографии дело в том что они взяли песню которая была сделана с определенной целью да эта песня звучала как бы от женского лица мы хотели сделать эту песню якобы такой трэш для youtube а вот песня называлась про блогеров да то есть как бы вот и они решили послушать эту песню в прямом эфире на это радио станции а также то есть там типа какая-то у них премия типа золотая ветка самая худшая песня там бла-бла-бла и они начали вот эту песню комментировать что типа ой мои уши мои глаза да типа парни там бла-бла-бла то сибоси тролливали вспомнили еще на прошлые наши песни да вот и девушка там было два парня так понимаю ведущий и девушка и девушка начала просто вести себя реально как быдло который говорила я хочу ударить этим парням там туда-сюда отролевали потом в студию стали звонить якобы радиослушатели хотя мы все с вами знаем как это делается то есть сидят в соседнем кабинете и якобы звонят вот и тоже начали говорить фу да типа там бла-бла-бла а начали все спрашивают типа сколько стоит эта песня в apple store например там новой тюнси да вот и самое интересно что ведущие были настолько вот туповатые видимо потому что они apple музыка и apple store назвали двумя разными площадками то есть как бы а и третья площадка была айтюнс ну то есть ребят ну ладно хрен с ним и вот начали типа давать варианты ответов типа 15 рублей 19 или 39 ну и как бы песня стоила 39 рублей но там не за песню там это был мини-сингл состоящие там из двух или трех по он писем я уж честно говоря не помню это было очень давно и они такие вот 39 рублей за такое говно типа я лучше на маршрутке покатаюсь и вот все вот в таком плане все вот в таком духе то есть более того я вам скажу что года два назад до года два назад на этой же радиостанции выходила передача шкала дебильности она называлась шкала дебильности они также сама брали нашу песню и полностью и обсирали мы спустили это в принципе на тормоза вот ну как бы я понимаю что этот тролль до затроллили но было не очень приятно в принципе как бы но мы ли я адекватно принимаю критику не как фанатки в комментариях на забирай тв вот и знаете что в этот раз они реально начали говорить том что ой типа какие там популярные певцы да у них там 300 подписчиков в контакте в группе бла-бла-бла там но они не смотрели на то что последняя запись в контакте была сделана в 2016 году то есть как бы что у сообщества вообще никто за ним не смотрит никто ну вообще никак его не развивает и ну проекта нет вот просто его нету и мы давно этим не занимались и смысл сейчас что-либо обсуждать и допустим обсуждают дело даже не в этом не как бы вот вот до пизды если честно вот мне это не неприятно то есть туда прикольно чуваки там я просто к тому что имеют ли право диджеи на радиостанции в прямом эфире оскорблять или немножко унижать артистов песни или еще что-то и высказывать свое негативное отношение вот к этому то есть я считаю что нет все-таки это радиостанция это чистота идет это но они обещают на чистоте у них большой диапазон слушателей да то есть я считаю что они не имеют права высказывать свое личное мнение в эфире радиостанция вот тем более в таком ключе ты можешь написать мне это причем самое интересное что вчера когда добавился программный директор он не спросил ни разрешения на эфир то есть насколько я знаю и осведомлен то есть любая песня которая ставится в эфир радиостанция должна делать отчисления в авторское право в рау то есть либо мы должны с нашего согласия то есть как бы песня должна звучать в эфире во первых они взяли как бы не совсем завершенную версию песни да то есть как бы вот ну нет не тот они взяли из группы вконтакте то есть мы там дымку выкладывали или что-то типа того вот и выдали ее типа как бы за песню и короче получилось полная херня да немножко отвлекали меня тут по работе и и вот получилась вот такая фигня конечно мы поржали мы люди с отличным чувством юмора и мы поржали то есть и если бы это было в интернете я бы даже вообще то есть в интернете очень много делается то есть как бы я бы даже не обратил внимание но это радио ведущий радио диджеи ну так нельзя некрасиво наверно ну или хотя бы не знаю там разрешение спросить на использование аудио материала вот и причем это вторая передача и знаю чего не к нам докопались я я конечно знаю то есть как бы я уверен прямо на 99 и 9 процентов из-за чего это все и и там есть свои плюсы свои нюансы может быть да там как бы конечно я не хочу здесь эту грязь озвучивать то есть как бы ну сам факт того что проекту нет два года ну проекта нет два года и спустя два года на радиостанциях начинает опять поднимать вот 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 эти вот песни да то есть как бы с одной стороны да круто и я возможно скоро на канале забирает вы выложил один из клипов того времени многие просили вот покажем да вот конечно может быть кто-то из вас знает может быть видели слышали неважно то есть это было это был такой этап это был такой промежуток мы это делали для чего-то у нас была конкретная цель мы эту цель сделали мы миссию это скажем так выполнили и мы закрыли проект вот было весело было круто мы даже ездили на гастроли вот ну как то так вот поэтому ответьте мне пожалуйста на вопрос имеет ли вот четко поставленный вопрос имеют ли право ведущие радиостанции диджеи да там обсуждать ну обсуждать они имеют имеют ли право они вот так вот негативно высказываться в адрес артиста исполнителя вообще персонажа песни и вот так вот унизительно говорить об этом вот свои ответы напишите мне в комментарии также не забывайте подписаться на канал если вы еще этого не сделали вот подписывайтесь на канал забирает вы обязательно там выходят ролики и буквально на днях вчера по моему вышло или позавчера вышел ролик с моей реакции на димаша конечно там тоже срачник развели но да вот но я пошел работать всем хорошего 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 всем отличного настроения всем удачи до новых встреч до нового включения и вот я нажимаю эту точку и говорю пока